Так, давайте. Все. Сегодня мы поговорим немножко про консенсус и про распределенные файловые системы. Консенсус нам нужен, собственно, для того, чтобы немножко делать распределенные файловые системы. Кто был на курсе, соответственно, распределенных систем, вначале ничего нового не узнает, а так я проскочу быстренько. Зачем это нужно и что с этим делать? Ну, консенсус – это основная задача распределенных вычислений вообще, как понять, как договориться с нескольким машином с учетами всяких того, что машины могут ломаться и так далее. Потому что если мы выберем какого-то лидера конкретно, то он может в какой-то момент упасть, и у нас система не будет совершать прогресс. Мы хотим все-таки не падать от этого, поэтому мы хотим работать хорошо, не в зависимости от падений. Значит, какие у консенсуса есть требования? Значит, у нас каждый элемент, каждая машина предлагает какое-то значение. Вот, например, они пытаются выбрать лидера и предлагают себя как лидера, как значение. Значит, консенсус должен закончиться следующим. То есть каждый процесс должен понять, какое значение выбрали. У нас согласие, что все процессы должны, все корректные процессы должны согласиться на значение, которое предложил какой-то корректный процесс, то есть который не упал. и требование, что значение, которое выбрали, оно должно быть из множества значений, которое было предложено. То есть мы не можем дать, например, все нули и договориться на единицу. Если все нули, то мы договариваемся в лучшем случае на нуля. Вот, но есть такая FLP-тиорема, которая говорит, что консенсус невозможен, если выполняются четыре условия. Сети синхронные, то есть мы не знаем, как долго идет сообщение. Любой участник может сломаться. Алгоритм детерминированный. И что процессы, которые поломаны, они должны завершить консенсус за конечное число шагов. Зачем нам нужен консенсус глобальный? Еще раз, консенсус нам нужен о том, чтобы на чем-то договариваться. Обычно он используется в replication, ну, в репликации или RSM, replicated state machine. То есть то, что мы состояние можем содержать одновременно, одно и то же состояние на разных машинах. Что обычно делается? Для баз данных мы реплицируем лог для базы данных. Также мы можем реплицировать файл, чтобы если кто-то свалился, то все равно файл был бы доступен. И нам нужно корректное значение файла в любой момент времени. То есть файл не может отличаться на разных серверах. Ну, основная цель, чтобы у нас было одинаковое значение на различных серверах. Да, мы храним разные реплики на разных серверах. Они должны быть одинаковые. Операции, которые были выполнены на нашей структуре данных, они были выполнены в одном и том же порядке. И для этого, собственно, нужен консенсус. Консенсус, чтобы определять, в каком порядке применять операции. То есть вот у нас клиент 1 выполнял операции O5, O3, O1, клиент 2 выполнял операции O6, O4, O2. И мы договорились на каком-то конкретном порядке. И на всех серверах все операции должны быть применены в этом порядке. Операции могут быть плана, не знаю, add, remove, из мапы, например, ну или из базы данных какие-то более сложные операции. То есть основная задача это просто договариваться на логе операции. Потому что после этого мы однозначно можем все восстановить. В качестве самого известного алгоритма консенсуса, он был предложен Лесленам потом в 89-м году, он гарантирует согласие при любом, при том, что любая машина может упасть, но не гарантирует конечное время исполнения. Если мы вспомним OFLP-теорему, там все более-менее нормально, у нас и алгоритм детерминированный, у нас и он работает при любом фейле и достигает правильное значение, но там было четвертое свойство, что он должен закончиться за конечное время. Так как это против OFLP-теоремы, поэтому алгоритм Paxos не предоставляет этой гарантии. Но, как выясняется, на практике он работает очень хорошо. Давайте посмотрим немного, как он работает. Значит, у нас Paxos, к сожалению, он one-time consensus, изначально оригинальный, то есть он позволяет только одну операцию консенсуса выбрать. Если мы хотим несколько консенсусов, то есть по каждой операции мы хотим определить, мы хотим определить, какую операцию выполнять. для этого надо делать несколько раз консенсус, и, к сожалению, он не очень эффективный, для этого существуют такие консенсусы, как, например, multipaxis, который позволяет делать несколько консенсусов на одном и том же наборе серверов. Есть пропозеры, которые предлагают операцию акцептором. Акцепторы выбирают какой операции? Выбирают операцию, одну из которой было предложено. Если у нас один акцептор, то мы ничего не можем гарантировать в качестве fault tolerance, поэтому нам нужно несколько акцепторов. И лернеры – это ребята, которых потом натифает, какую операцию в итоге выбрали. и обычно считается, что они не те же самые, что и пропозеры. Углядит это как-то так, то есть пропозеры дают операцию акцептором, акцепторы решают, и лернеры – акцепторы решают над операцией и применяют к лернерам. Мы хотим консенсус, который решается кворумом, да, то есть, типа, понятно, что если у нас совсем много машин поляжет, это не очень хорошо, поэтому мы хотим какой-то кворум иметь, что если, например, машин, больше половины машин согласилась, то значит, все в порядке. Бывает взвешенный консенсус, когда веса распределены между машинами, и нам нужно так, чтобы сумма весов тех, кто принимает решение, была не меньше половины. нам не надо, чтобы все процессы участвовали в кворуме, и также мы предполагаем, что все падения они временные, и сервер может вернуться обратно в строй. Нам нужен лидер. Смотрите, если мы определим лидера, то все становится просто, да, все становится просто, просто лидер собирает со всех информацию, и решает за всех, какую операцию выбрать. Если у нас такая идеальная ситуация, что лидер никогда не падает, то все, мы решили задачу. Но проблема в том, что лидер тоже может падать, поэтому лидер должен быть изменяемым, плюс проблема, что если, например, мы уже выбрали одного лидера, то это уже консенсус, потому что он сможет сам определить все, что надо, он может, например, свое значение, просто выбрать. Поэтому основная проблема, что у нас может быть несколько лидеров в одной и той же. Просто из-за того, что там у нас сообщения не доходят и так далее. Поэтому каждый как бы считает, что он лидер в какой-то момент. лидер инициирует голосование. Итого, чтобы достичь консенсуса, мы запускаем несколько итераций голосований. Лидер инициирует голосование, собирает все голоса и решает. У нас может происходить несколько раундов, потому что у нас может быть несколько лидеров. И алгоритм сделан так специально, чтобы не были конкурентны голоса. Каждый голос имеет свой идентификатор, локальный счетчик и ID процессора. И лидер может инициировать еще одно голосование, если никакой прогресса нет. Давайте посмотрим на алгоритм. То есть лидер начинает рассылает всем такое сообщение 1АК, где К это ID нового голосования. То есть он как бы говорит, давайте я начинаю голосование. Я начинаю голосование, ID-шник, это, соответственно, локальное значение и ID процессор. Дальше. Акцепторы получают вот это сообщение и решают, что им с этим делать. Если он кому-то уже что-то пообещал с большим значением, то есть вот второе, ну вот, то есть первый способ. Он кому-то что-то пообещал, но его идентификатор меньше, чем идентификатор, который пришел. Поэтому он просто говорит, давай, короче говоря, мы пока договорились на этом, то есть на K-прайме и V-прайме. Или отвечает, что мы ничего не делаем и, пожалуйста, лидер перезапустил себя, либо дождись сам кейс с двумя штрешочками. То есть этот акцептор уже пообещал кому-то с большим номером, что мы играем в его операцию. То есть что у нас получается? Если мы пришли и мы кому-то пообещали уже до, тогда мы должны начать новое голосование, либо нам приходит информация, что уже мы где-то спали и уже за нас все решили. А если не решили, то тогда вот этот акцептор говорит, что да, хорошо, я беру твой номер, твое голосование. Итак, лидер получает вот эти все сообщения. Понятно, что если он получил not accept, то он просто сразу перезапускает. Иначе он берет максимальное значение с максимальным идентификатором. А если все сказали, что мы еще ничего не определились, то тогда он выбирает свое значение v. Дальше, если акцептор получает значение и никому ничего не обещал выше, он принимает kv и высылает 2bkv всем остальным. вот дальше акцептор должен получить все от quorum и если quorum не случилось, то тогда все перезапустить. Вот, весь алгоритм. Ничего глобально сложного, очень много if-ов, правда, очень много условий, но основное, чтобы вы понимали, так напоминаю, да, кто знает, тем напоминаю, то есть мы рассылаем всем, что мы хотим проголосовать, ждем, ответ от всех остальных смотрим, какие у них значения есть, если они кому-то пообещали выше, игнорируем, иначе мы выбираем какое-то значение, рассылаем всем, что мы выбрали это значение, и кворум должен сообщить, что действительно все окей. Иначе, собственно говоря, если кворума нету, то у нас акцептор может посчитать себя лидером, начать операцию, увидеть, что уже K' и V' на каком-то другом мы уже определились, вот это K' и V, и должен, соответственно, тоже решить K' и V у себя. Итого, да, есть другие алгоритмы, то есть описанный Paxos, он только для одного решения, фаза первая, она очень дорогая, там, где мы выбираем лидера, и мы просто в будущем меняем лидера, только если с ним что-то произошло, что намного сильнее ускоряет все дальнейшие процессы. То есть мы как бы у нас кто-то стал лидером, и мы его используем, пока он не сломался. Из-за этого все работает намного быстрее, потому что мне надо много чего повторять. Есть также Ustempt Replication и есть Raft, который обычно используется наравне с Paxos. Кто-то использует Paxos, кто-то использует Raft, и у Raft история, что он просто реплицирует логи. Есть много баз данных, которые используют Paxos, есть много баз данных, которые используют Raft. Сильно разницы никакой чтобы есть. Есть ли какие-то небольшие вопросы про алгоритм консенсуса? Замечательно. Погнали теперь разбираться с распределенными файловыми системами. Немного. Да, значит, мы в конце мы дойдем до Google файл системы HDFS по дороге мы посмотрим разные сториджи, которые были выдуманы за все время существования. Проблема в том, что сторидж и процессинг в облаках очень связаны, потому что большинство облачных приложений обрабатывают огромные данные, плюс эти данные еще генерируются бесконечным числом фидов, которые надо что-то делать, и понятно, что мы можем, не все нам бы хорошо бы это складывать в лог, а лог это сторож, да. плюс надо хранить много данных глобально, которые данные, там, файлы или еще что-то в этом роде, там, для базы данных, да, абстрактные, тоже огромные данные, и нам нужно как-то решать проблему уменьшения времени доступа, потому что, ну, на одном, короче, на одном сервисе нам уже невыгодно хранить на одном сервисе. У нас данных очень много, поэтому их невозможно хранить на одной машине, и они хранятся на большинстве, из-за этого нам нужны специфические способы хранения данных, не на одной машине, потому что, например, для аддонного коллайдера, например, в 2010-м собрали 13 петабайт данных, что достаточно много для одного сервера, поэтому нам надо как-то распределять, потом еще нам нужно быть reliable в плане того, что ничего не должно упасть, если довернется жесткий диск, то это все должно быть скопировано, поэтому все это на самом деле достаточно сложно. Итак, у нас увеличивается число данных вообще в мире, увеличивается скорость, с которой надо процессировать данные и производить больше результатов, которые мы опять же записываем на диск, и у нас проблема в том, что нам не хватит одного типа хранения, нам хорошо бы под каждый вариант иметь свой, потому что у нас разные сорсы и разные типы. Технологии хранения, они очень сильно изменились за время, но на самом деле, если честно, они уже не меняются какое-то время. То есть, вот если посмотреть совсем в прошлое, то были общее число данных, вот у нас в 2007 году было 295 экзабайт, сейчас уже, наверное, там какие-то совершенно невероятные цифры, и это было, типа, если мы используем доисторические технологии, то это 61 CD на человека. Вот, с жесткими дисками все стало интереснее. Они, понятно, что с 1980 года много чего изменилось, и ценник упал, и плотность увеличилась, поэтому они хранят чуть больше, но интересная штука, что вот тут написано, что с 2011 года оно возросло в два раза, это сильно медленнее, чем с 1980 плюс проблема в том, что с 2016 почти никаких улучшений в жестких дисках не произошло, то есть они вышли на плато. Приблизительно то же самое случилось с оперативной памятью. Вот этот один доллар за мегабайт, он существует уже где-то шесть лет. Поэтому нам нужна очевидно распределенная система хранения, потому что все глобально очень дорого, если мы хотим много хранить. Да, и у нас есть два вида моделей, которые нам надо исследовать. У нас есть storage модель, модель хранения, которая показывает, как структура или данные хранятся на физическом диске самом. А модель данных показывает, как эти данные хранятся логически. Давайте сейчас посмотрим например. Стандартные абстрактные модели у нас есть либо мы храним в ячеечках. То есть у нас storage состоит из ячеек одинакового размера. Собственно говоря, так мы представляем себе диски памяти, что это набор ячеечек. Есть journal storage. Journal storage чуть более сложный, то есть он глобально хранится именно как список изменений. и обычно это позволяет ускорить систему, когда она падает и она ее закарабти чуть сложнее, потому что мы пытаемся чуть-чуть меньше нагрузку на диск давать. на random access, так сказать. Самый очевидный способ хранения данных и параллельный доступ к нему используется базами данных. У них есть, соответственно, обычно в прошлом реляционная база данных у них есть язык запросов, в котором мы хранимся. И обычно большинство приложений, которые работают в облаке, они работают не с файловой системой, а с базой данных, чтобы хранить все, что им надо. И база данных сама по себе уже сама все делает. Проблема только в том, что реляционная модель у нас больше не работает. Реляционная модель не работает просто потому, что она скелится только вертикально, но не горизонтально. Что это значит? Это значит, что мы не можем ускорить реляционную базу данных с помощью добавления новых серверов. То есть по нынешним временам как бы мы можем, есть надстройка над Postgres сейчас, которая вроде делает вид, что получается распределенная база данных со всей консистентностью. но что-то я пока не видел, чтобы это кто-то использовал. Вот вместо этого обычно используется NoSQL. NoSQL просто гарантирует то, что у нас другой вид запросов, у нас нет языка SQL, который позволяет выполнять, но зато мы можем параллельно читать, параллельно добавлять и делать это все на распределенной системе. Почему нам это надо? Потому что NoSQL из-за этого получает low latency, скалабильность, масштабируемость, высокий доступ, высокий уровень доступа и консистентность данной. Вот я не уверен, Денис, я не уверен, что не он там у неона проблема, что не он он немножко, он сервер-элист, но он не распределенный, у него вроде не распределенный сторидж под капотом. Может, я, конечно, не прав, у него распределенный компьютер, да, я знаю, что он сервер-элист, но про то, что у него распределенный сторидж, я, если честно, не слышал. Я с ним общался год назад или полтора. Нет, проблема в том, что, типа, Postgres вроде, вот если вы сейчас посмотрите, там вроде можно нагуглить distributed Postgres, но он просто там поддерживает чуть не, ну, в смысле, он поддерживает не весь там SQL какого-то года, вот, и это достаточно новая, новая штука, вот. Так вот, у нас дальше про файлы, да, у нас есть логическая организация файлов и физическая организация файлов. Физическая организация файлов это то, как она хранится в сторидж модели, в модели хранения, то есть там вот эти ячеечки, не ячеечки, как вам решить, как вам хочется. Файл это у нас просто массив ячеек, который мы считаем, что он линейный с логической точки зрения. С физической точки зрения файл может находиться в разных частях и просто связано, где следующий блок лежит, то есть у нас файл не обязательно последовательный, на самом деле. Набор ячеек, есть файл pointer, откуда нужно начинать, есть логическая организация, которая как раз вот, как мы считаем, как мы храним файлы. Есть Unix File System, который вы знаете лучше меня, очевидно. У нас есть много логической организации, есть физическая организация, где там файл и iNode, но нас глобально интересует блок layer. У нас логическая файловая структура, это логическая запись, это то, с какого места начинается файл, а сам файл, он разбит на блоки и может храниться в разных местах памяти. Собственно, вот файл layer, он хранит как логический, а блок layer уже хранится физически. Собственно, вот в этом основная идея, которую мы будем использовать, что у нас файл на самом деле хранится блоками, и мы, соответственно, будем хранить эти блоки, у нас будет специальный менеджер, который будет говорить нам, где какой блок находится. в чем преимущество Unix File System глобального? Преимущество Unix File System, что она дает как бы она дает гибкость, то есть она различает логическое файл, логическую структуру файла и физическую структуру файла. Что очень важно, поэтому мы можем просто из-за этого мы можем как бы оставлять с логической точки зрения, что у нас UFS, а физическую мы можем использовать как угодно любым другим способом. То есть вот у нас есть логическое с метаданными и так далее, нас не волнует, что там под капотом. В то время под капотом мы можем делать разные вещи и все. То есть Unix File System нам представляет как бы интерфейс, с которым мы можем общаться, а внутри это может быть реализовано как-то иначе, поэтому нам очень легко подменить одну файловую систему. Нам очень легко, если у нас здесь драйвера, подключить любую файловую систему на Unix, потому что у нее есть интерфейс одинаковый. Так вот, давайте поговорим о распределенной файловой системе. Значит, файловая система это набор директорий и файлов. Распределенная система это система, которая шарит файлы между собой, там лежит в разных местах, на разных клиентах. И первые примеры, на которые мы посмотрим, это Network File System. Это достаточно простая штука, это мы храним файловую систему удаленно и просто хотим к ней подключиться. И Parallel File System, которая позволяет обращаться, которые файлы распределены и обращаться к разным нодам. Давайте быстренько посмотрим на Network File System NFS. Ну да, то, что мы говорили, что Network File System на самом деле работает под как драйвер, то есть за интерфейсом UFS. К сожалению, оно не очень хорошо работает, потому что она делает удаленные запросы через сеть с небольшим бодвинтком. И он работает как клиент-серверный. Видите? Он работает по клиент-серверной парадигме. По клиент-серверной парадигме. У нас есть клиент, который работает у нас на хосте, и он делает запросы через ремонт процедуру колл. То есть он говорит, я хочу достучаться к этому файлу. И уже NFS драйвер со своей стороны делает запрос вот ремонт процеджер колл на удаленную файловую систему. В этот раз у нас файлы немножко иначе идентифицируются. Они идентифицируются файл-хэндлом. Это 32-байтное имя комбинации комбинации чего-то с чем-то. Выглядит как-то так. То есть вот у нас есть приложение, которое работает с файловой системой. Оно работает с VNode лейером, который уже внутри себя он знает к кому обращаться. То есть как бы либо к локальной файловой системе, либо через NFS. Через NFS. этот у нас есть NFS-клиент, который NFS-tab, это Remote Procedure Call на удаленный хост. Удаленный хост, там NFS-сервер получает этот запрос, идет в свою файловую систему и возвращает результат. В общем-то ничего гиперсложного нет. Просто у нас, ну, как сказать, типа удаленный прокси на удаленную файловую систему. Вот, и все это как бы прячется за интерфейсом UFS-а. Параллельные файловые системы, они позволяют разным клиентам параллельно читать и писать в один файл. Основная очевидная проблема, что у нас непонятно, что делать с конкурентными запросами, потому что это очень сложно. А конкурентно читать еще не такая проблема, а вот конкурентно писать это большая проблема. Также очевидно, что параллельно вот эти чтения и записи, они очень важны глобально, потому что если вы не позволяете параллельное чтение, то тогда у вас просто система вся не скейлится, и смысла от вашей распределенной файловой системы нет никакого. Есть разные способы, как решать общий доступ к файлам. Бывает один простой способ что у нас есть все клиенты они разделяют указатели в файле и соответственно все чтения происходят слева направо, то есть у нас клиент читает и сдвигает указатель. Либо у нас каждый клиент имеет свой указатель, соответственно есть разные варианты реализации параллельно файловой системы. Соответственно Google файл система она же GFS она же является параллельной файловой системой потому что она позволяет соответственно чтение параллельной. Давайте посмотрим основные дизайн решения которые были выбраны не дизайн решения какие требования были выставлены к Google файловой системе она должна скелиться и она должна быть устойчивой к падениям то есть нам нужна очевидная репликация уже в этом месте потому что иначе мы не можем гарантировать доступность большинство файлов они не гипербольшие но тоже немаленькие в свое время основная операция которая используется это добавление в существующий файл в конец и рандомные операции записи они крайне репки обычно мы читаем и читаем последовательно какой-то большой файл кусок у нас юзеры они процессят данные кусками и поэтому их сильно ответ не волнует времени им надо чтобы все вернулось вот ну и консистентная модель которую мы хотим вот так выглядит GFS Cluster вот у нас слева сверху есть приложение оно получает всю информацию мастера мастер хранит всю мета информацию про все остальное где какие файлы лежат как они реплицируются и так далее вот это все хранится у нас на мастере то есть что мы делаем у нас application он идет в мастера просит дать файл мастер решает какой какой файл какую копию файла ей отдать и какой чанки сейчас отдать у нас файлы разбиты на чанки чанки хранятся на серверах чанков они понятно реплицируются также поэтому приложение просто приходит мастер говорит дай мне этот чанк ему отправляют локацию чанка и дальше приложение уже напрямую идет на соответствующий чанк сервер у которого там просто обычная линуксовая файловая система ну и мастер выполняет некоторые запросы типа удалить файл добавить файл и так далее вот но главная идея в том что у нас все файлы идут не через мастер ну как бы чтение файлов идет не через мастер и чтение файлов у нас распределенное это достигается тем что мастер просто отдает знание приложению и приложение уже идет само к серверу чанков чанки обычно сайза 64 мегабайта чанки также состоят из блоков чанки у нас хранятся на файловой системе и реплицируются как мы это говорили что мы что мы позволяем то есть мы файл опять в чанках да ну в общем-то я наверное все это уже сказал мы как бы у нас не мастер а да мастер он выдает как всегда чтобы низкой латенси было он пытается отдать чанк серверу приложению которое ближе всего лежит поэтому мы можем работать ну все мы пытаемся оптимизировать время работы также очень важно что мы не допускаем кэширования на клиентской стороне потому что хорошо хотелось бы нам да то есть нам бы хотелось просто если мы уже один раз зачитали файл то мы можно сказать его закэшировали просто типа обратиться к закэшированной версии но проблема в том что кэши очень сложно поддерживать консистентными собственно у нас в процессоре для этого есть месси протокол который достаточно сложный и на физическом уровне для распределенных систем от этого все становится намного сложнее да и еще GFS он позволяет эффективный сбор мусора потому что мастер знает какие файлы были удалены какие не удалены и он может просто сказать типа чанку сервер пожалуйста удалил давайте немножко поговорим вот на этом все на самом с GFS ничего особо гипер сложного но просто мы как бы мы еще обсудим вроде бы мы обсудим да мы обсудим как делать записи в случайное место но пока мы просто позволяем делать как бы апенды как делать запись в случайное место это другое решение Hadoop для Hadoop была придумана своя файловая система Hadoop File System и основное ее отличие от GFS в том то она позволяет только запись в конец что упрощает все что только можно делать плюс она не разрешает много запросов различных поэтому ее сложно на существующую операционную систему выглядело как-то так то есть у нас есть мастер есть слейвы в мастере хранится информация про то где все чанки лежат вот тут как раз мастер о котором мы говорили HDFS HDFS мастер и на нем и на слейв надах хранится сам HDFS то есть как бы чанк файлы хранятся в HDFS на всех надах и то есть соответственно у нас мастер в этот раз знает всю информацию где что лежит и поэтому может выделять соответственно map и ее стаски в тех местах где лежат эти данные это очень важно теперь нам надо поговорить про reliability мы хотим чтобы у нас все данные вопрос неплохо никому не нужна запись случайно проблема в том что для того чтобы нужно сделать запись нужно иметь блокировки но проблема в том что блокировки в распределенной системе это блин такая сложная штука потому что всем надо решить что блокировка взята и это уже само по себе нужно решать консенсусную задачу то есть распределенный консенсус просто-напросто чтобы решить что мы берем лог ну и вот собственно был написан чаби который как раз блокировки для GFS он основан на Paxos и ну понятно он не гарантирует никакого времени исполнения просто потому что Paxos не гарантирует времени исполнения поэтому мы в больших системах вообще не знаем как быстро он отреагирует зато он позволяет нам делать записи в файл то есть мы чтобы сделать запись в файл мы берем блокировку и записываем в файл вот наверное конкретно в этот момент у нас все про GFS дальше мы немного поговорим про оптимизации которые можно применить ну и может про какие-то идеи еще поговорим GFS давайте пойдем дальше итак про HDFS да у нас файл состоит из блоков каждый блок хранится на какой-то дата ноде и name нода она знает всю информацию о всех блоках вот как у нас вот этот кластер GFS вот он выглядит как-то так то есть у нас на мастере есть name нода есть data нода где мы храним сами блоки то есть name нода хранит информацию а data ноды хранят именно блоки и они ничего не знают о том какие блоки они просто им сказали похрани вот эту штуку и не хранят давайте подумаем над репликацией нам нужно нам нужно сделать так чтобы система была система разрешала падение поэтому нам нужна репликация есть простая простой вариант репликации это то что data ноды они разбиты на группы в каждой группе K серверов то есть мы как бы гарантируем что у нас K репликация каждый блок хранится на K серверах вот но с группами все достаточно сложно потому что например мы не можем изменить фактор репликации одного файла или одного блока потому что надо как-то между группами переносить у нас группы фиксированного размера и еще проблема то что группы как-то надо с ними что-то по умному делать потому что нам сервера в группы надо выбирать так чтобы они лежали не на одном раке потому что обычно самое самое узкое место падения это рак да это как бы отдельный сервер да но второй по уровню это просто падение рака раки достаточно часто падают поэтому проблема также с группами что когда мы добавляем новый сервер в группу нам нужно как бы зачитать с какого-то небольшого числа серверов и у нас случается bottleneck поэтому репликация не очень хорошо работает у нас bottleneck тем что мы читаем вот ровно из этих двух серверов а не можем как бы с разных серверов это засчитывать с бесконечного числа потому что блоки здесь вот поэтому логично что нам нужно реплицировать так чтобы не было чтобы групп не было тогда что мы делаем мы каждый мы каждый блок а каждый иногда у нас хранит случайные блоки и каждый блок использует нужное число нужный фактор репликации понятно что вся сложность будет на наимноде но по сути говоря она может как бы пытаться это делать более-менее равномерно случайно выделять блоки как изменить фактор репликации для этого мы просто выбираем еще один сервер случайный сервер и добавляем туда этот блок и просто наимнода знает что вот у hello конкретно в этом случае у нас есть три у нее фактор репликации три и он хранится на трех серверах в то время как все остальные хранятся на двух соответственно в чем преимущество теперь что мы можем читать при добавлении новой дата ноды мы можем читать с большого числа серверов потому что до этого у нас как бы все чтения были сериализированы просто по причине того что там было два сервера и мы блоки как бы читали в конкретном порядке здесь блоки можно читать не в конкретном порядке а случайно как бы с разных нод вот из-за этого у нас как бы улучшается производительность все еще метадата у нас хранится вот таким способом то есть вот у нас наимнода у нее есть директория обычные обычные как всегда в директориях есть файлы и файлы разбиты на блоки и вот наимнода хранит где лежат эти блоки если мы хотим сделать репликацию для этого у нас наимнода выбирает дата ноду какую-то конкретную случайно вот а дальше уже дата ноды делает репликацию то есть мы опять же не перегоняем все данные через наимноду а копируем напрямую на сервер когда удаляем мы наимнода просит удалить вот эту дату и удаляет просто ссылку на эти блоки если у нас случается падение мы знаем какие блоки лежали на дата ноде и мы можем их среплицировать с других зеркал где лежит этот блок и соответственно мы добавляем новую дату ноду добавляем блоки на ну не новую дату ноду мы копируем блоки на какие-то новые ноды и храним эту всю информацию на наимноде с чтениями с чтениями все достаточно просто то есть мы знаем что у нас файл разбит на блоки что мы делаем то есть мы хотим у нас есть запрос типа зачитай мне пожалуйста с этого фсета он идет в нужный блок и отдает чтение соответственно с той дата ноды которая находится ближе к клиенту которая это запросила и опять же чтение у нас висит прямо с дата ноды а не через наимноды также мы можем делать в каком-то смысле спекулятивное чтение как у нас есть в процессор есть prefetch где мы считаем что если мы взяли эту страничку то нам следует подгрузить следующую страничку здесь то же самое мы можем просто на будущее у нас клиент может как бы наимнода отдаст клиенту не только нахождение этого блока но и нескольких следующих чтобы уменьшить нагрузку на мастера то есть наимноду что насчет блок сайзов они должны быть не очень маленькие потому что если они будут очень маленькие у нас будет их очень много и наимнода просто сдохнет когда к ней будут обращаться с другой стороны они не должны быть очень большие потому что у нас чтение апдейта тогда будут недостаточно параллельно поэтому ну и соответственно репликация у нас тоже становится сильно медленнее потому что нам нужно реплицировать с одной машины сразу большой кусок в то время как мы можем реплицировать с нескольких машин маленькие куски но это оказывается что где-то между 64 и 256 мегабайтами это самый оптимальный размер блока собственно в чем глобально давайте рассмотрим в чем глобальная проблема почему нельзя записывать без блокировки и почему у нас будет неконсистентно смотрите вот мы допустим у нас есть файл xy и у нас два есть две записи параллельно вот в write ab и в write cd то есть мы хотим записать ab и хотим записать cd что у нас может произойти у нас может записаться a потом записаться c потом записаться d и потом первое чтение запишет b и у нас будет неконсистентное состояние вот в этом основная проблема то есть чтобы этого избежать gfs используют блокировки вот эти chubby chubby блокировки в то время как hdfs этого не позволяет ровно потому что типа должна быть сложная логика поэтому он предоставляет просто append в конец файла что достаточно проще поддержать сбор мусора достаточно простой да мы это с вами уже обсуждали что просто name нода смотрит какие блоки и удаляет блок например если он не до конца записан или что-нибудь в этом роде и просто просит это сделать data нода вопрос смотрите допустим у нас есть несколько хадуповских приложений да нам нужно как бы понять сколько сколько серверов нам нужно чтобы хранить данные к сожалению очевидно что мы не можем заранее знать где мы храним ну мы заранее не можем знать сколько реально нам понадобится но поэтому выделять статически это не очень хорошо для этого мы просто можем сделать так чтобы name ноды они шарили data ноды между собой то есть у нас есть список data нод каждая name нода хранит какие-то значения она просто спрашивает как бы data нода пока она там не увеличилась типа можешь ли ты мне сохранить здесь блок если можешь то тогда если он может тогда он сохраняет то есть ну здесь достаточно просто у нас name нод немного поэтому можно просто сериализовывать все запросы на data ноду от name нод смотрите для чего нам нужна репликация репликация нам нужна для того чтобы избежать ну она нужна для консистенции и reliability да то есть она должна что данные консистентны и что они не падают ничего не произойдет если что-то упадет вот и проблема следующая проблема в том что если у нас фактор репликации 2 то если у нас есть 4 блока то нам нужно 8 блока и то есть для этого нам просто нужно увеличивать число серверов в 2 раза и ну это достаточно много да хочется хочется как-то как-то это сделать подешевле первое что приходит в голову это именно сейчас у нас разговор идет именно о reliability то есть от того что если кто-то упадет мы сможем все восстановить допустим у нас есть n различных блоков файля и мы храним просто код четности просто XOR всех блоков и мы храним это в отдельном парите блоки тогда что происходит если у нас какой-то серверок падает мы можем восстановить соответствующий блок который там хранился используя просто XOR и смотрите мы сделали так что у нас было вот N можно выбирать разное и то есть по сути говоря если у нас мы как бы мы храним только на один блок больше вместо того чтобы хранить в два раза больше блоков мы бьем как бы блоки на какой-то набор и храним только кусок вот на самом деле это не просто так это если мы вспомним как работает RAID 2 по-моему RAID 2 работает вот ровно точно таким же способом то есть у нас есть диск один диск два а третий диск просто хранит XOR первого диска со вторым диском и это самая простая версия есть более сложные так называемые коды Рида Соломона мы не будем углубляться в чем как работает коды Рида Соломона основная идея что коды Рида Соломона они как бы они позволяют кодировать N блоков добавляя к блоков только и мы разрешаем уронить к блоков и тогда мы сможем восстановить все остальные вот в чем проблема что это не скейлиться просто-напросто мы как бы увеличиваем только доступность ну и еще проблема в том что мы закодированный блок не можем менять просто потому что нам нужно все консистент нам как бы надо держать консистентность всех блоков давайте посмотрим например то есть вот допустим у нас как-то так хранится то есть у нас вот есть три сервера которые хранят данные мы разбиваем эти данные на кусочки и у нас два сервера которые хранят четность просто на пустынт ну четность в смысле кода Рида Соломона то есть это как раз 3-2 код 3-2 Рида Соломона вот мы добавляем три три реплицированных блока и мы то есть вот у нас три реплицированных блока мы их сжимаем используя коды Рида Соломона и собственно говоря просто у нас вот смотрите у нас было практически два слоя стал один слой то есть мы сильно выиграли в хранении вот но также здесь как бы есть проблема что у нас основной основная нагрузка будет на первые три сервера потому что они не так часто падают и нам нужно восстанавливать их поэтому чтобы делать какую-то сбалансированную нагрузку мы немного пошафлим блоки между собой и все это все может делать наимно да вот собственно в этом и была проблема что мы хранили парити коды отдельно только на серверах которые зафейлены вот господа у меня на этом закончилась лекция есть ли у вас какие-то вопросы потому что мы сегодня рассмотрели блин только разогнались ну да ну что подел я же я же не знал опять что я так быстро ну в смысле типа я в другом месте этот курс читаю вот у меня вот эта лекция уходит за типа час пятьдесят практически вот так что да нет в смысле ну в общем-то все мы теперь знаем как работать как НФС работать немножко как ГФС работать немножко я конечно понимаю что мы это типа знаем теперь на немного на высоком уровне то есть мы какие-то детали не вдавались но ну в смысле мне кажется знать как это приблизительно работает это полезно если вам нужно узнать как это более точно работает я думаю вы всегда можете залезть в интернет и потом прочитать просто как бы это скорее для того чтобы вы знали как это приблизительно работает вот да теперь понятно ну да вот есть ли какие-то вопросы сейчас я опять что-то как-то что там блокпост они шардируют сторож да он рассказывает что они пошардировали сторож интересно что у них с производительностью запрос который там на несколько шардов тебе сразу попадает ну да да нет не он очень прикольная штука то есть я немножко поговорил когда с ними я к ним собесился если быть точнее вот там достаточно прикольно что они просто основная идея что они просто хранят всегда горячий горячую базу данных и просто поэтому у тебя как бы там основная киллер фича короче говоря что ты можешь работать с базой данных не ожидая как бы запуска виртуальной машины типа они ну по сути говоря они делают короче cloud functions в каком-то смысле только со сторожем вот это конечно прикольная штука но я не помню я не помню когда постгресс распределенный выкатил то есть они 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 писали ты не знаешь они писали свой постгресс или не следил по-моему никому все свое написано а вот так вот блин ну это жесть дистрибьют постгресс давай я запрошу дистрибьют постгресс когда когда они его выкатили а ну собственно говоря они выкатили это типа судя по всему буквально типа три месяца назад вот вот я вот я смотрю сейчас на ну то есть юга югабайт которая типа этот югабайт я не помню кто вот ну вот они пишут вот типа guide to distributed postgresql databases оно паблишат 13 декабря вот то есть это типа совершенно свежайшая штука вот поэтому если вам интересно как сделать SQL базу данных распределенно прошу пожаловать прочитать про постгресс да наверное я мог бы запариться и приготовить про это небольшой кусок линзи давайте так может быть я попробую если у меня будет время к следующей лекции я не знаю правда когда она будет потому что на следующей неделе я не могу на следующей неделе я не могу потом там 7 мая ну вот 14 мая наверное будет следующая лекция вот может быть я тогда я прочитаю про то как постгресс работает распределенно и может вам расскажу потому что у нас на следующей неделе как раз собственно говоря разговоры об этом у нас стриминговые системы со всякими клауд функциями и небольшой разговор про новый SQL вот кажется да небольшой фан-факт я работаю в одном из российских маркетплейсов у нас тоже постгресс шардированный нам большое количество ну окей умеешь шардироваться не ну я не знаю почему народ стал говорить о распределенном постгрессе только недавно я не знаю как давно у вас шардированный постгресс валяется я не очень давно в компании но вот вижу что обязательное требование к переходу на вот этот формат примерно с начала этого года а ну вот ну в смысле в том то есть ну типа постгресс как раз выкатили как бы в конце прошлого типа это 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 вроде плюс-минус я думаю как бы связанные вещи вот но постгресс ребята молодцы что они это сделали так еще какие-то вопросы есть сейчас как давайте я тогда запись остановлю вы что вы Продолжение следует...